здравствуйте здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у меня обзорчик нового журнальчика журнальчик бурда спецмодель специала ну это он у нас в чехе но я думаю он везде так потому что хотя некоторые журналы которые я делала обзор девчонки говорят что у них нету именно города это специал вот 13 20 22 то есть 13 номер специала и вот я смотрите что у меня здесь в общем вот эти все как бы которые должны я так понимаю специалы выйти вот этот вот у меня был обзор а здесь мода плюс шитью детям вот таким понимаю и вот специалы их два вот если посмотреть сюда тут конечно на чешском языке ну по факту вязание 1 3 марта и вязание 2 от 3 ноября вот только сейчас он мне попал в руки это с 3 ноября то есть в году выходит два журнала по вязанию вот он второй мой значит итак давайте посмотрим что же нам предлагает бурда зимний как бы коллекции кстати вот вот этого у меня нет у меня есть этот и этот журнальчик но это прошлогодний я так понимаю а вот это вот с этого года висеть так но тут общая картинка как обычно первая модель это кардиган большой с ажурным узором вот такие вот галочки давайте может быть я буду сразу параллельно и покрой говорить что нам предлагает крое этого кардигана буду это у нас реглан видите вот обычная классическая модель ничего как бы сложного узор тоже простейший просто за счет махера вот такая вот обидно что здесь кардиган и простая модель с карманами вот и вязан он снизу вверх и скорее всего он сшит не скорее всего однозначно сшит интересная модель вот но ничего нового я так скажу простенький узорчик ничего но так вторая модель у нас шапка тоже простенькая но кстати интересный элемент вот эти вот поперечный косичка поперечная но это одна один кружочек да это простой вариант тут у нас реклама пряжи интересно надо мне туда зайти это прям чешского производства интересно зайду я знаю этот магазине и ткани там брала хороший магазин вот это вот модель девчонки мужская как обычно у нас мужчины немного обделены а вот здесь вот я вам скажу узор простой очень простой но очень так симпатично смотрится на мужской модели цель навязанная планка не пришита ничего интересное решение планки вот смотрите первый раз такое вижу и наверное я его использую вот такой вот вид планки на цель навязанность вполне себе симпатично смотрится двойная кромочная и там лицевые и изнаночные с капюшоном реглан вот думаю такая ходовая модель к для мужчин очень очень даже не сложная несложный узор несложная модель вот но тем не менее симпатично так восьмерочка это хочу посмотреть да классический реглан реглан рука капюшон и все шивные детали на бруда у нас они не практикуют как бы цель навязанные в основном это все сшито вот пожалуйста тут кстати я не первое первый раз просмотрела этот кардиганчик кстати очень симпатично интересно решен воротник смотрите он шалевый но и он цель навязанный тоже вот это вот мне очень нравится что планки у нас воротники цель навязанный сшит сзади я так предполагаю что он связан до плеча и там довязан как бы кусочек чтобы совместить это со спинкой и кстати смотрите по моему он цель навязанный я не вижу бокового шва я тут же высказалась про про их модельеров и тут же вот смотрите как доказательство цель навязанная полностью модели я так предполагаю набран рукав вот вот вам пожалуйста века беру свои слова обратно простая модель вот что-то тикат типа такого я думаю можно и связать а так базовый кардиган до 2 2 кружочка уровень сложности простой два кружочка и вот видите но я почитаю потом он не сложный но как база очень даже очень даже классно потому что сюда можно писать и карманы и любой узор вот основываясь на вот эти вот на эту основу поехали дальше метенки с орнаментом то я таких вещей не совсем понимаю и вот кстати вот этот джемпер девчонки он у меня вложен уже в альбоме давным-давно с этой косой но он там он конечно красиво сделан ну фабричным он который продают вот я все на него смотрю и хотелось мне его сделать вот точно также почти точно также связы полупатентная или пышная резинка и такая коса ну там по моему цель навязанный воротник красивый а вот посмотрите что у них вот вот что мне не нравится у них вы увидите там дальше вот как-то они не дорабатывают рукав понятное дело что тут не совпадение этого как бы несовместимости плод плотности да то есть ширина превышает как бы высоту что бы для обычного полотна не очень привычно вот а здесь вот это учитывать нужно при наборе на руках чтобы не было бы тогда вот такого безобразия в рукаве вот это мне не нравится и вот то же самое вот посмотрите то же самое есть и здесь как мне кажется не знаю вот этот джемпер очень красивый и узор очень красивые элементы как бы аранов кос и ажура и очень красиво смотрится но вот как-то мне вот здесь вот рукав именно в этих местах у них в их моделях чё-то у них нету следующий кардиганчик с карманами с капюшоном банка набрана сшивной вот вид нашу вот ничего такая моделька ничего ну тут конечно же посложнее уже немного шарф обычный дадим ему имя джемпер обычный классический ну и как элемент на рукаве вот этот узор интересный кстати вот этот узор вот эти протяжки вот все не дают мне покоя надо мне почитать этот узор разобрать потому что там в обзоре по моему и с лорай пиано были узоры с такими протяжками вот ой они точно смотрят наш канал у меня был такой узор на канале девчонки просто тут такая пряжа такая алхоматистая но узор этот было девчонки смотрят они нас честное слово вот тут у нас кардиган опять нет по моему я вижу здесь шов но тут целый цель навязанной капюшон и планка опять же видите вот начали видите это стоило мне высказать свое мнение что они вяжут все под деталям как они начали вязать все не все но много вещей они начали вязать целиком цель навязанными и вот что хочу сказать это тоже как вариант базы с капюшоном под которую можно как бы уже и узор подобрать основываясь на вот эту вот основу нас точки все как мы умеем классическая пятка вот здесь вот скосик небольшой то есть ничего нового для нас здесь у нас ничего нового здесь тоже ничего просто комбинация двух узоров прорезной карман прорезной вот жилетом сделан кардиган обычный снудик в один оборот естественно здесь один кружочек полупатентная резинка или английская вот это все мы умеем знаем вот этот жилет я не поняла может кто-то поймет но я почему-то не поняла интересный вариант планки и вот обработки разреза вот похоже на двойную кромочную но она же не двойная их тут больше и вот это вот я тоже почитаю пряжа тут не буклированная такая толстая как она фантазийная наверное называется за счет этого вот такой вот эффект но на самом деле здесь как-то как-то не знаю и вот прям вот этот момент меня очень озадачил хотя возможно вы знаете сразу мне что-то и и не это возможно эта модель и вполне себе такая интересная научат чем больше я на нее смотрю тем больше она мне нравится у меня такое бывает что с первого взгляда любви нет а потом я присматриваюсь и мне нравится эта вещь и вот летом бы под футболку я пью наверное и носила бы кстати под футболку и под широкие такие штанишки вот так идем дальше далее у нас еще один кардиган ну тут ничего интересного тут лицевая гладь даже никакой планки накладные карманы тоже ли все лицевую гладью интересная фантазийная пряжа ну и вполне себе приличный такой кардиганчик так тут у нас коротенько вот смотрите на этот рукав но опять же то же самое вот ну не дорабатывают они рукава почему так я не знаю почему они не хотят озадачиться с рукавом это ж не в первом журнале я это наблюдаю тут у нас мужской кардиганчик посложнее ну и если честно я скажу свое мнение и вы со мной можете не согласиться но это такая модель по моему мнению для дедушек вот я вижу дедушку в кресле в очках вот в таком вот кардигане в таком вот в такой кофте вот чисто я так говорю не знаю если допустим может быть поменять на какую-то бежевую или серую пряжу он будет выглядеть совсем по-другому но вот почему-то вот глядя на вот эту вот модель у меня представляется дедушка в очках в пенсне вот в кресле качалки ну опять же мое мнение девчонки уж извините а вот эту модель по моему ее повторили потому что в каком-то из обзоров в каком-то журнале она у меня уже есть вернее ну в журнале вот я не знаю может кто кто помнит обзоры мои я даже пересмотрю вот и даже мы собирались ее связать вот это классическая вещь давайте может мы ее свяжем все таки и тогда девчонки мне писали что надо ее связать это чистая классика тут ничего сложного нет воротник стоечкой все просто но все очень за счет подбора пряжи тут можно скомбинировать кстати смотать все остатки в толстую в толстую пряжу и вот такой вот меланжевый его сделать вот наверное все таки я тогда собиралась его сделать и вот сейчас наверное все таки давайте мы его с вами сделаем так ну я не имею ввиду именно такой а именно классический вот с таким воротником он теплый и уютный джемпер который можно носить благо сейчас мода такая что все большое и объемное можно туда запихнуть джемпер так бактус неинтересен как по мне неинтересно в этой модели интересен вот этот вот решение шарфа это как бы бабушкин квадрат спицами в основе и далее половина вяжется вот это вот этот шарф можно разобрать это на мини версии я бы вам рассказала ну показала бы просто мне нравятся вот такие вот вещи связанные по диагонали то по вертикали вот тут понятное дело про пряжу про пряжу говорить я ничего не буду потому что я с ней не работала ну смотрю по составу алана гросса ну вы наверное знаете эти пряжи я их пока не знаю возможно узнаю это ж не все еще потеряно так короткий кардиган узор по моему я не помню как называется но ну он очень популярен я его часто вязала вот и вот здесь вот интересные вот эти вот как бы вкрапления вот этих перемещений да как бы оно часто сейчас используется в моделях так тут у нас вообще что то они потерялись ничего вообще это не понравилось эта модель не пряжа не исполнение не сама модель не понравилось так здесь у нас классический опять же цель навязанная смотрите планка не обвязана она вот это тоненькая но здесь вот это я люблю когда вот так вот вывес оформлен рукав опять ну почему не сделать окат ну почему он у них ровный вот почему он здесь узкий а здесь он такой широкий ну почему ну ребята ну заморочитесь озадачьтесь чуть-чуть носок носок связан точно так же как и предыдущий тем же способом классическая пятка здесь скос поменяли только узор узор достаточно известный его по моему каждая рукодельница они есть воспоминания о лете к чему здесь вот эта овось видно вязали да не успели довязать к весеннему журнальчику ну выпуску и сюда сон топорная сделана конечно можно было бы аккуратнее ну и вот ну я думаю будет провисать вот это вот желтый желтый и в прошлом выпуске было много желтого оранжевого и здесь вот как то они готовили одну коллекцию разделили на две тут интересный джемпирог мне кажется и пряжа очень приятная хорошая и простейшие узоры комбинация ну как бы разных узоров вот а модель сама очень-очень-очень простая давайте я вам сейчас покажу так двадцать восемь ушла далеко двадцать вот он кстати здесь видите как сделано ну рукав ровный даже куда уже есть скос и даже вот здесь вот скос какие молодцы беру свои слова обратно так ну ладно это интересная симпатичная моделька обычная повязка никаких вот эта вещь вот смотрите опять вот эта клетка как мне нравится клетка здесь жемчужный узор и эта клетка красиво прям красиво не могу и тут бы тоже не мешало бы озадачиться вот с этой схемой это же сколько протяжек вы представляете как как вязать вот это от кучи клубков наверное вязать вот как вы думаете наверное куча клубков по-другому я не вижу эффект конечно бомба ракета очень красиво очень так ковтежка тоже симпатичная тут лицевая классическая гладь и и ораны что очень симпатично оранами связан рукав и связаны карманы вполне себе такая симпатичная идея вот мне вот это вот нравится а лицевую гладью все и тоже цель навязанная планка что очень удобно молодцы это мне нравится опять желтенькие ой а это они по моему сходили в H&M только поменяли узор вот смотрите валики да не одни мы туда ходим бурда тоже ходит в H&M и подсматривает идеи ну и все мы уже на схемах вот этот пуэр кстати вот здесь вот смотрите фотография он не такой уже симпатичный нужно дорабатывать его я вот сравню с тем предыдущим журналом по моему кажется что они одинаковые вот тут прям схема на метенке не знаю как по мне и тут схема на вот эту вот как бы ну и сомневаюсь я что они там роска потому что описание такое маленькое они особо не углубляются в исполнение в принципе половину я бы сказала такие приемлемые модели которые можно вполне себе использовать так смотрим что тут у нас описание 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 вот здесь вот я почитаю обязательно вот эту кромку как они вяжут и и здесь у нас что они раз а здесь у нас пятую пятку пятку по петельно показывает как вяжется пятка вот ну все девчонки вот такой вот журнальчик у нас а это весна нам готовит смотрите сумочку это они готовят на следующий выпуск детская футболочка мальчика платьюшка сумочка ну вот такой вот обзорчик девчонки довольно таки объемные получился но ничего мы не смешно не спеша все просмотрели вот и обсудили так вашего обсуждения я жду в комментариях вот что вы думаете я вам скажу что как обычно бурга не особо заморачивается хотя в этот раз больше я вам скажу вещей интересных чем в прошлый раз вот так я вам выражусь я с вами прощаюсь с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока я вам покажу